Как же все-таки уберечь сердце и сосуды, когда вы, например, только переболели вирусным заболеванием, когда не так много сил, когда вы не можете быстро восстановиться, что нужно делать, что нужно предпринимать, об этом сегодня подробно поговорим. Кто с нами не знаком или только-только познакомился... Хотелось бы в двух словах по протоколу дипломатических миссионеров представиться. Мы, доктора Картаренко, давно практикующие врачи за нашими спинами, за нашей общей семейной спиной 62 года практической деятельности в медицине. Большую часть своей жизни мы отдали изучению и созданию новой технологии, которую мы назвали биологически активной восстановительной медициной. Обучаем этих технологий врачей и специалистов, осваиваем, даем им возможность осваивать новые специальности в связи с этим. Эти технологии онлайн доступны также и людям, не медицинских профессий, не медицинского профиля деятельности, которые хотят жить без болей и улучшать качество своей жизни и самых близких им людей. Наша практика проходит в клинике восстановительной медицины на Черном море. Не будем сейчас подробно об этом говорить. Вы все можете... Каждый желающий. ...получить информацию подробную по ссылке, цифровой ссылке 2928.ру. Любой поисковик вам покажет эту информацию. Мы с вами идем дальше. Татьяна и Виктор Картаренко. Татьяна Владимировна и Виктор Владиленович. Доктора наук, академики, практикующие врачи. Наши клинические врачебные специальности. Рефлексотерапия, физиотерапия, диетология, лечебная физкультура. Благодаря нашей новой антиковидной технологии до сих пор ни один, подчеркиваем, ни один пациент в нашей клинике не заболел COVID-19. Вот в течение последнего, ну, с небольшим года нам удалось разработать два фитокомплекса антиковидных, антивирусных, два препарата с высокой эффективностью действия. Ну и в других важнейших направлениях восстановительной медицины они также показали свою высочайшую эффективность. И так, прежде чем мы с вами начнем обсуждать более глубоко тему, короткая такая историческая медицинская справка. В 1962 году генетик Джеймс Уокер из США обнаружил, что в мозговых и кишечных тромбах, то есть которые формируются при варикозе кишечника, людей высеивались вирусы опоясывающего лишая, или так называемого герпезостер. Им была предложена гипотеза о развитии инсультов и инфарктов, как осложнение латентной, то есть скрыто текущей вирусной инфекции. Потом эту тему как-то, как Виктор Владиленович любит говорить, замолчали, но все равно правду не скроешь. И вот эта информация совпала с информацией немецких патофизиологов, которые обнаружили большое количество тромбов у молодых людей после Первой мировой войны, прошедших войну, именно которые участвовали в войной действиях. И это никак не совпадало с теорией о метаболическом именно происхождении развития атеросклероза. И учеными был сделан такой вывод, что атеросклероз все-таки имеет вирусную природу, и сгущение крови, оно обусловлено именно наличием вирусной инфекции, реактивности и жизнедеятельности в организме. И то, что происходит сейчас, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не видеть эту ситуацию, какое количество препаратов, направленных на снижение реакции тромбообразования, снижение реакции сгущения крови после перенесенной коронавирусной инфекции, назначаются именно и в стационаре, и в постковидной реабилитации. Поэтому вот такая предыстория, информация о том, от чего, почему сгущается кровь, вот вам короткая такая историческая справка, чтобы вы уже могли в некотором своем понимании опираться на эту информацию. И мы идем с вами дальше. С самого начала, двадцатого года... Можно два слова добавить? Конечно, конечно. Я прошу прощения, что перебиваю Татьяну Адину, но в связи с этим хочется по справочке периода между Первой и Второй мировой войн и в период Второй мировой и после Второй мировой войны добавить еще одну очень важный момент. Дело в том, что в отличие от наших врачей, которые занимались определенным контингентом наших советских граждан, немецкие врачи, специалисты в определенных условиях, очень четко ввели статистику тех мероприятий, которые они проводили по отношению к этой группе граждан. Они очень внимательно смотрели за биохимией, они очень внимательно изучали характер поведения холестеринов. Я в этом смысле хочу подчеркнуть, что мы как раз-таки с Татьяной Адиной останавливаемся на понятии холестеринов. Не холестерина одного общего или липопротеида высокой или низкой плотности, а поведение так называемого атерогенного индекса. Так вот немецкие скрупулезные данные говорят нам о том, что атеросклероз, что коронарокардиосклероз, церебрарно-каронарокардиосклероз, никакого отношения в этом смысле характеру поведения жиров, характеру поведения метаболического синдрома, характеру поведения условного ожирения, практически по мнению немецких специалистов не имеет я почему-то пространно вам говорю потому что вот на нашей при нашей жизни при нашей жизни вы еще поймаете извините за вульгарность такой момент когда вам настоятельно будут рекомендовать всем повально применять противотромбные препараты которые которые будут в определенной степени мы будем обсуждать их активность действия целесообразность вам всем будут предлагать практически статины вам всем будут предлагать в определенной степени те или иные продукты поэтому пользуясь случаем что мы все-таки с вами приватно общаемся я хочу вам сказать что всегда исследуйте свои исходное состояние и наша реплика о том что нами создано около 729 синдромов симптомов комплекса вы ими очень легко можете воспользоваться ваших домашних условиях чтобы определить исходное текущее и перспективное ваше состояние а сегодня мы вас благодарим за участие благодарим за ваши вопросы не только сегодня мы вас всегда благодарим на сегодня дамы и господа все на этом будьте счастливы будьте здоровы берегите себя